Уважение и почёт! С Днём пожилых людей поздравили представителей старшего поколения. Призовые места. Балхашские боксёры заняли призовые места в международном турнире среди взрослых. Защитить детей от опасных онлайн-игр. Сейчас этот вопрос является актуальным и обсуждаемым в обществе. Мобильные приложения вызывают у подростков страх и заставляют совершать необдуманные поступки, такие как бегство из дома и прыжки с высоты. Во дворце школьников имени Агабай Батыра состоялось мероприятие, в котором приняли участие педагоги и родители. Цель – предотвратить и не допустить негативного влияния гаджетов на ребёнка. Очень распространимая игра «School Way» называется. Дети скачивают игру, там выполняют задания, потом им за это падают просто очки, монеты, и они собирают монеты, вот эти якобы очки, и как только они завершают вот эти задания, они удаляют уже вот это предложение, чтобы родители не увидели. Там такие задания, как спрейгмиссисы, дом из крыши, наследующий крыши дома, вот такие имениқтан задания. Или нужно, көлге бары, сулға бары, өзі-өзінді батыр деген тапсырмалах ол. Их батыр деген тапсырмалах ол. Их батыр деген тапсырмалах ол. Их батыр деген тапсырмалах ол. В Алмаце вот две девочки, знаете, да, прыгали с пятого, с девятого этажа. Оба были отличниками в школе, оба хорошо учились, но именно вот такую игру они попались. Также на встрече говорили об интернет-мошенничестве. По словам правоохранительных органов, с каждым годом злоумышленники меняют методы обмана людей. Последнее время они активизировались в социальных сетях, таких как Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, ВКонтакте, а также в популярных интернет-платформах allx.kz, колеса.kz, крыша.kz и мессенджере WhatsApp. С начала года в отделе полиции города Балхаш зарегистрировано 115 случаев интернет-мошенничества. По сравнению с девятью месяцами 2023 года этот показатель снизился на 17 случаев. Среди пострадавших от действий мошенников есть и учителя. Как отмечал глава государства, единственный способ решения этой проблемы – это профилактика среди населения. Когда люди перестанут верить мошенникам, этот вид преступлений исчезнет. Будьте бдительны. Мошенники взламывают аккаунты WhatsApp и отправляют сообщения вашим близким с ваших аккаунтов. Не заходите в свой WhatsApp с чужих компьютеров, телефонов. А если это произошло, не забывайте выходить из своей учетной записи. Ежегодно 1 октября отмечается День пожилых людей. Праздник считается символом уважения и признания заслуг людей старшего возраста перед государством и обществом. А также напоминанием о важности поддержки пожилых людей. Поздравили представители старшего поколения заместитель Акима города Сая Гульжак Салыкова, сотрудники Акимата и ветераны. Сын муслимы Калек Паровой во время службы в Афганистане получил ранение и был награжден орденом «Красная звезда». Ее сын ушел из жизни в 2020 году. Женщина вырастила 11 детей, воспитала 15 внуков и 7 правнуков. С 1963 по 2002 год жила в совхозе Айртас Ахтугайского района, где занимала различные должности. В 1996 году вышла на пенсию. Мы жили в совхозе Айртас и работали в сфере сельского хозяйства. После переезда в город я вышла на пенсию в 45 лет. На новом месте я не занималась никакими делами, просто сидела дома. Мой муж умер вскоре после переезда. В поселке мы хорошо работали, наш труд очень ценили. Директор был замечательным человеком. Я хочу выразить благодарность Акимату города за ежегодные поздравления. Поздравляю всех пожилых людей с праздником и желаю крепкого здоровья. Галина Зеленина родилась 1 октября 1944 года. Сегодня у нее двойной праздник. 80-летний юбилей совпал с Днем пожилых людей. В 1963 году после окончания Болхарского педагогического училища она работала учителем начальных классов в школе номер 3. Общепедагогический стаж составляет 39 лет. Работала в Каунрадской школе 39 лет. В третьей школе учитель начальных классов. Что еще сказать? Они не забывают. Уже сегодня 10 приезжали, поздравляли. Молодцы. Ну и старых только, конечно. Осталась я одна. Больше никого нет. Там одна молодежь. У Каунрад здесь сейчас. Но, тем не менее, они всегда поздравляют. Вот так. Не забывают. Вот. А так у меня вот муж хороший, ухаживает. Если бы не он. Очень надежный человек. Спасибо ему большое. И у меня сын очень хороший. Дочь тоже. Никто не оставляет без внимания. Стоит отметить, что в канун Дня пожилых людей, лицам, достигшим 70 лет и старше, была произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч тенге из средств городского бюджета. На эти цели из местного бюджета выделено более 100 миллионов тенге. Денежные средства перечислены на счета 5 тысяч балхажцев. Напомним, ранее сумма единовременной материальной помощи, ежегодно предоставляемая в честь Международного дня пожилых людей, составляла 10 тысяч тенге. Алина Мохамбетова, Илья Кожухин, телеканал Оркен Медиа. Дефицит специалистов в образовательной организации Балхаша требуются учителя математики, физики, информатики, русского языка и литературы. Кроме того, в школах с русским и казахским языком обучения не хватает учителей истории. Учебные заведения нуждаются в педагогах-психологах и логопедах-дефектологах, поскольку растет категория детей с особыми образовательными потребностями. Стоит отметить, что в этом году порог школ города переступило около 12 тысяч детей. С каждым годом растет категория детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в ПМПК работали с 247 детьми. На сегодняшний день обновляют и привозят свои документы 235 детей. Еще 47 детей стоят в очереди, ждут справки. В нашем городе растет категория детей с ограниченными возможностями. Болгарские боксеры Мадьяр Тайпаков и Яроссел Ермек вернулись призовыми местами с международного турнира по боксу среди взрослых, который прошел в Кустанае. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Узбекистана, России, Германии, Таджикистана и Кыргызстана. 19-летний Мадьяр Тайпаков стал чемпионом турнира весовой категории до 67 килограммов, одержав победу во всех трех боях. Стоит отметить, что Мадьяр является воспитанником спортивного клуба «Барс». Его тренирует Сабит Куль Баба. Я провел три боя. В первом поединке встретился с соперником из Акмолинской области и победил его со счетом 3-0. Во втором бою я сразился со спортсменом из Германии и также одержал победу, но со счетом 2-1. В финале я победил соперника из Астаны со счетом 2-1. Соревнования прошли на высоком уровне и было очень много захватывающих поединков. Впереди у меня подготовка к чемпионату Казахстана, который состоится в декабре. Хочу выразить особую благодарность моему тренеру Сабиту Сакеновичу за его поддержку и помощь в достижении этой цели. Мадьяр занимается боксом порядка 8 лет и на сегодняшний день является двукратным призером Азии, серебряным призером Всемирной гимназиады, чемпионом Казахстана среди юниоров, а также обладателем звания мастера спорта по боксу. Яросл Ермек провел 4 боя, в 3-х одержал победу. Он с обладателем 2-го места весовой категории 63,5 килограмм. Стоит отметить, что Яросл является воспитанником городского спортивного клуба «Балхаш». Его тренирует Амангель де Маканалин. В первом поединке я встретился с соперником из Узбекистана и одержал уверенную победу. Уже в первом раунде я отправил его в нокаут. На следующий день вышел на бой с соперником из Кыргызстана. Во втором раунде я снова одержал уверенную победу. В полуфинале встретился с представителем Акмолинской области. Мы провели три раунда и я выиграл со счетом 3-0. В финале сразился с еще одним спортсменом из Акмолинской области. К сожалению, я проиграл со счетом 2-1. В финале я получил небольшую травму в области века на одном глазу, но это не повлияло на мой настрой. Я благодарен всем за поддержку и хочу особенно поблагодарить моего тренера Амангель де Маканалина за его помощь и поддержку. Стоит отметить, что это первое участие Яросула в соревнованиях такого уровня после двухлетней паузы. На одном из турниров он получил травму, что повлияло на его спортивную карьеру. Яросула является мастером спорта, двухкратным чемпионом Азии и четырехкратным чемпионом Газахстана по боксу. Алина Мохамбетова, Илья Кожухин, Уркен Медиа. Балхарские школьники получили призовые места Международного творческого конкурса талантов среди детей и подростков «Суперстар Алматы». Состязания проходили по вокалу, театральному жанру, хореографии, художественному слову, миру моду, изобразительному искусству и инструментальному произведению. В конкурсе приняли участие порядка 200 участников из разных стран мира. 14-летний Дамир Сатимов на конкурсе исполнил кюй и был удостоен гран-при. Около трех лет он посещает музыкальный кружок школы-лицей Алихана Букиханова. Около трех лет он посещает музыкальный кружок школы-лицей Алихана Букиханова. Я учусь в школе номер 15, играю на Дамбре с 11 лет. Недавно я побывал на соревнованиях в Алматы, где завоевал гран-при. Это были замечательные соревнования, на которых я соревновался с музыкантами из разных стран и городов Казахстана. Я хочу выразить благодарность своему наставнику, Думану Муратовичу Тлеубекову, родителям и спонсору Ширалым Марат Кызы. Еще одним юным талантом на конкурсе «Суперстар Алматы» признали восьмилетнего Жан-Нура Ернура из Балхаша. Он продемонстрировал свой уникальный вокальный дар и занял первое место. Это был его первый опыт участия в подобном мероприятии. Однако Жан-Нур уже не раз показывал свой талант на онлайн-конкурсах, где неоднократно завоевывал призовые места. Около пяти месяцев он занимается вокалом в эстрадном кружке «Арман» во Дворце культуры Балхаша. Помимо пения, увлекается дзюдо и актерским искусством. Я учусь в третьем классе в школе-гимназии номер 7 имени Сакена Сейфулина. С детства люблю петь и мечтаю стать таким же знаменитым артистом, как Димаш Кудобергенов. Недавно я впервые принял участие в соревнованиях в Алматы и занял первое место. Я хочу выразить благодарность всем, кто поддержал меня – моим родителям, бабушке, дедушке и учителям. Эти соревнования были замечательными. Останавливаться на достигнутом юные артисты не собираются. Впереди их ждет множество соревнований как республиканского, так и международного уровня. Алина Мохаммедова, Илья Кожухин, Оркен Медиа. В Бахаше дети из двух интернатов теперь будут учиться в одном. По решению Акима Карагандинской области, школа-интернат для детей из многодетных и малобеспеченных семей была объединена со школой-интернатом имени Михаила Русакова, что привело к реорганизации учреждения. Из первого интерната в новое учебное заведение перешли 153 ученика, 58 в класс с казахским языком обучения, 95 с русским. Кроме того, из школы-интерната для детей из многодетных и малообеспеченных семей в школу-интернат имени Михаила Русакова перешли 13 учителей, 7 воспитателей и 10 младших сотрудников. Мы рады сообщить, что в смешанной школе-интернате стартовал новый 2024-2025 учебный год. В августе были внесены изменения в устав школы, что позволило сделать обучение двуязычным. С 1 сентября мы приступили к новому учебному году в хорошем настроении и с хорошим темпом. На данный момент в школе обучаются 424 ученика. Из них 15 классов с казахским языком обучения и 8 классов с русским языком. В школе-интернате имени Михаила Русакова есть столовая, рассчитанная на 150 детей. Учащиеся начальных классов ежедневно получают горячее питание. Кроме того, 156 ученикам 5-9 классов имеющим льготы предоставляется бесплатный обед. В общежитии интерната обучаются 187 детей. Они также питаются 5 раз в день. В школе есть комната отдыха, где дети могут проводить свободное время. Также для подростков оборудована шахматная комната, где они могут развивать свои навыки.